И сегодня в моей студии Катя Лель. Ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет-нет-нет, ничего больше нет другого вокруг, никаких цивилизаций. Как у вас сейчас дела вот с другими цивилизациями? Они всегда рядом. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я, и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой. Когда пропали зубы, вы приехали уже без зубов к врачу и сделали снимок. Ну, естественно. Вы хотите усомниться в моей состоятельности психологической. С чего начиналась ваша творческая карьера? Он сказал, ну, я сейчас закрою тебе все, ты приползешь ко мне на коленях, проси жрать, как он выражался. Событие, которое безумно ошарашило, мне кажется, всех людей. То, что ваша песня, Джага-Джага. За веру силы с бешеной скоростью. Ага, она хайпует. Друзья, я вас не осуждаю, я вас понимаю. И я бы в это не смогла поверить никогда. Как мне сказал один очень известный человек, ну и дура. Я говорю, согласна, полностью согласна. Полная дура, да. НИДУТЬ НИДУТЬ Всем привет, меня зовут Никита. Я нахожусь в студии нового радио. Это подкаст НИДУТЬ. И сегодня в моей студии мировой, невероятный, космический хит-мейкер Катя Лель. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, хотелось бы начать. Вообще, с чего начиналась ваша творческая карьера? Как это было? Во-первых, это было 30 лет назад. То есть, это было аж в далекие 90-е. В те самые бандитские, те самые опасные года. Как это было? Вообще, если задуматься всего лишь 30 лет назад, и, казалось бы, как будто 130 лет назад, это было так давно, с одной стороны. С другой стороны, были другие абсолютно законы шоу-бизнеса. В те самые, как вы выражаетесь, бандитские времена, когда постояли такие палатки, откуда доносилась музыка, кассеты, где продавались... Причем ты не успеваешь еще выпустить песню, на студии только записываешь. Она уже звучит везде, по всему Арбату. Я была очень удивлена, как не успела записать ночью эту песню. Еду на съемку, и вдруг слышу свою песню. Подождите, она же еще не смонтирована. А как она может уже продаваться во всех этих ларьках? То есть, это удивительный был мир того времени. И все, конечно, безусловно решали большие деньги, связи. Сейчас это интернет-пространство. Сейчас все виртуальное, все по-другому. А тогда это было, конечно, очень непредсказуемо все. Я знаю, что тогда еще, конечно, большую роль имел продюсер. Конечно. То есть, артисту невозможно было без продюсера ничего сделать. Нужно было помимо того, что есть деньги. А как правило, насколько я знаю по опыту моих прошлых всех гостей, они мне рассказывали, что у всех был продюсер, и у всех был какой-то инвестор, который платил деньги. Огромные деньги должны были вкладываться, потому что, как и сегодня, это все стоит очень больших денег. Но если у тебя не было денег, был определенный тариф на каждую программу, известную на телевидении. Каждая программа стоила определенных денег. Если у тебя нет денег, то ты не будешь в эфире, естественно. Твой клип не будет ротироваться, как же и на радиостанциях. Все артисты платили, получается? Абсолютно. Никого за бесплату вообще не ставили? Нет, все артисты платили. А какие были цены? Вот примерно... Там две с половиной тысячи долларов. Две с половиной тысячи долларов? Да, один эфир. Один эфир, там, утренняя почта или там, у Забос, у Демидова. То есть, такие были планки, серьезные. То есть, это такой был большой, достаточно прибыльный бизнес, можно сказать. И вот в какой-то момент это все перевернулось, и все просто стало бесплатно, что артистам теперь платят деньги за то, чтобы они куда-то пришли. Вот сейчас же все наоборот. Захочешь прийти в программу, пусть говорят, тебе еще и денег заплатят за это. Абсолютно точно. А раньше нужно было туда еще самим им заплатить. А мне нравится, что все меняется. Это здорово. Быть может, нам дают такие, знаете, абсолютно полярные вещи для сравнения. Что было, что нам дали, допустим, в течение пяти крайних лет, какую музыку блогерскую, и что сегодня опять новое наступает время. Это хорошо, иначе мы не будем вкус чувствовать жизни, не будет баланса. А когда есть что хорошо, что плохо, человек сразу помнит, ой, тут нечего слушать. Тут ничего не остается в сердце. А там музыка, там есть что. Она остается на века в сердцах. То есть почему мы любим музыку 80-х? Потому что там хиты, мега-хиты, которые хочется слушать и танцевать всегда. Неважно, какое время, какой год. И они будут всегда слышимы еще через века. Очень важна составляющая энергия, которая нам дается в музыке. Все-таки хочется начать рассказ с какой-то истории, как вы познакомились. У вас же был первый продюсер, Максим Фадеев, с которым вы начали работать, сотрудничать. Нет, у меня еще был до Макса Юрий Шмельевич Айзеншпис известный. А, вы еще и с ним работали? Конечно. Целых девять месяцев. С него и началась моя творческая судьба. Конечно. Поэтому, когда я начала свой творческий путь, и первый вопрос – кто продюсер, который должен тебя ввести в этот мир? И меня познакомил Игорь Яковлевич Крутой с Юрием Шмельевичем Айзеншписом. И сказал – вот, это девочка Катя, вот Юрий Шмельевич Айзеншпис. И, конечно, очень важна первая песня, с которой ты должен выйти к зрителю. И это был хит «Огни, огни на небе, огни», с которым я вышла в 98-м году на экраны. «Огни, огни на небе, огни», и написали гениальные авторы нашей страны Владимир Матецкий и Александр Шаганов того времени, мега-хитмейкеры. И целых девять месяцев я проработалась с Юрием Шмельевичем Айзеншписом. Он говорил, что ты должна петь коммерческую музыку, которая приносит деньги. А я так, как музыкант, мне хотелось там – это я по тебе скучаю. Или «Елисейские поля», с которыми я позже вышла. «Но я вернусь на Елисейские поля». Лирику красивую для души. Он говорит, кому нужна твоя профессиональная музыка? Да вот мне нужна коммерческая музыка. Я вообще не понимала, о чем он говорит. Но так как Юрий Шмельевич был опытный, очень гигант творческий. У него тогда был Лацташевский, который разорвал всю страну. Потом уже позже Дима Билан. Никита. Никита, да. Саша. Саша, да. То есть, конечно, я его понимаю, это человек, который должен делать деньги. Вот такое было время. И вы с ним, получается, на этой почве и разошлись, получается. Потому что вы не хотели про коммерцию быть, а он только... Ну, разошлись. Мы с ним были в очень хороших отношениях. А мой бывший продюсер и Юрий Шмельевич не нашли общую составляющую по деньгам, потому что за каждую программу нужно было платить большие деньги. И это было очень, наверное, дорого. Да. И вот они не договорились. Не дочь. Как раз-таки вот бывший продюсер, который... Александр Волков. Александр Волков. Это как раз-таки и есть, наверное, ваш первый муж. Ну, не муж мой, а человек, который мне помогал и с которым мы 8 лет были вместе. Про которого я тоже много читал и историй всяких в интернете. Да, это кармическая история. Про его какие-то очень странные... Как у него кличка была очень такая... Ну, потому что через каждое слово он говорил это слово. Через каждое слово он так разговаривал. А можем сказать же, да? Вы же... Ну, это, наверное, не очень тактично, да? Много историй я читал просто про ваши взаимоотношения, что как раз-таки это тот человек, который, можно сказать, подарил вам историю с путевкой в шоу-бизнес, также потом ее пытался и забрать. И это вот известная история, когда вот мы в гримерке общались до этого с Катей, и то, что это был тот самый человек, который и пытался запретить вас везде и на телевидении, и на радио. Можно вот как-то про этот период рассказать поподробнее? Потому что вот вы были у Айзеншписа. Как это дальше развивалось? Как вы потом попали к Фадееву? И как дальше шла вот эта ваша карьера, взлет большой? Как это все было? Мы вместе шли с Александром Волковым целых 8 лет к этому мегауспеху. И нам везде говорилось на всех радиостанциях, в каналах неформат, неформат. Волшебное слово, которое тебя очень раздражало. И тогда, в те времена 2000-е, уже к 2000-м, резко рок-культура заполнила поп-культуру. И поп-культура осталась вообще не у дел. И несмотря на то, что я выпустила на тот момент три альбома первых «Талисман», вернее, «Елисейские поля», «Талисман между нами» и альтернативный альбом «Сама» с Анатолием Лопатиной, очень известным профессиональным человеком, я понимала, что я не знаю, куда идти, потому что везде не формат. То есть, что делать? Даже за деньги? Да, нет. Все, перестало существовать. Даже за деньги. Вообще все, рок-культура заполнила поп-культуру, резко вытеснила. И я искала очень долго Макса Фадеева, года два. Я ждала, когда он позвонит. И вот состоялась встреча, он сказал, я не работаю с попсой. Я сказала, да, но дайте мне шанс. Выслушайте мне, пожалуйста. И когда я сказала, я не знаю, как мне жить. Я готова начать все с нуля, только дайте мне этот шанс, пожалуйста. И он сказал, что-то в тебе есть такое настоящее, цепляющее. Я тебе верю. Давай попробуем. И тогда Макс сделал полностью анализ того, что я делала до него, эти три-четыре альбома. Он сказал, ты молодая девочка, поешь слишком взрослую музыку, а ты одеваешься слишком красиво, ты снимите бриллианты, в конце концов, ты слишком молода, нужно по-другому тебя позиционировать, ближе к народу. Вот майки, вот джинсы, вот короткие юбки, вот это твое, ты легкая, ты как бабочка. И вот он написал мелодии на альбом Джага-Джага, и первую из них я выбрала мой марнеладный мелодию. Мне понравилось. А что это? Что это такое? Классное. Попробуй, маму, маму, попробуй, Джага-Джага. Когда я видела текст, приехала к нему в Прагу, он тогда жил в городе Прага, я говорю, что такое Джага-Джага? Говорит, ты что, не знаешь? Эй, как дела, да все клево, Джага-Джага, такой сленг. То есть все самое лучшее – это Джага-Джага. И вот когда мы ее записали, и песня вышла, кстати, ее не все сразу принимали, эту песню. Кого-то она очень раздражала, кого-то она вдохновляла, но песня просто внедрилась в сердца всех людей, доносилась, как говорили, с каждого утюга. И в этот год, в один год, 2023, в конце как раз вот в декабря вышел альбом Джага-Джага, и песни «Мармеладный», «Долетай», «Муси-Пуси», они просто в один год все хит-парады просто заполонили. Не 2023, в 2003. Ой, в 2003, ну, 20 лет назад. Да-да-да, все лево. Я буду 23-й, да-да. И все, это, конечно, был бум, который взорвал вообще весь шоу-бизнес. И многие говорили, о, да что там там, три аккорда твоих песен. Говорю, ну, не вопрос, напишите то же самое, спойте, а я посмотрю. Автором слов и музыки был как раз Максим Падеев. Макс Падеев, а песня «Муси-Пуси» и еще Ирина Сикачева присоединилась, да. Как дальше развивалась карьера? Вот все, популярность безумная, гастроли. По пять концертов в день было. Я думаю, куча денег. Или как это было поначалу? Куча денег, да, но я ей все деньги складировала в сейф к Александру Волкову лично, не понимая. Ну, наверное, слишком молодая была и смешная. То есть мне не нужны были деньги. Я даже не задавала себе вопрос, надо ли себе оставлять. Я спрашивала, Сашенька, можно взять 100 долларов себе на косметику или на какие-то расходы? Мне не нужны были деньги. Счастье было выйти на сцену. Это мое предназначение, это моя миссия. И в этом я получала огромное удовольствие. Поэтому, когда уже ты понимаешь, что по пять концертов в день ты живешь в самолете, у тебя было такое, что три перелета за день. Ты просто умирал. Сидел и умирал от того, что тебя больше нет, потому что ты безумно уставший. Энергетически ты разбалансирован полностью, потому что человеческий организм не может за пределами своими жить. И нужно уметь или успевать отдыхать. А когда тебе не давали отдыхать, тебя даже не спрашивали. Или с температурой под 40 тебя гнали на сцену, потому что он окна, да. А ты даже не можешь сделать шаг от бессилия, потому что тебе плохо, организм заболел. А гнал кто на сцену? Ну, Александр Волков, к сожалению. К сожалению. У нас была смешная история, когда и Тартас, у него было 50 лет, главный человек. И у меня была как раз очень высокая температура. Он заставил меня со слезами встать с кровати и ехать туда. Я говорю, я не могу, мне так плохо. Он говорит, нет, ты не можешь не поехать. И вот там сидит вся элита нашего мира и Тартас. И была тогда очень смешная история. Был же до Макс Галкин ведущим. И он спас ситуацию. Я, значит, выхожу и говорю, имя отчества, меняя местами, потому что у меня температура. Я даже не запомнила имя отчества человека, у которого 50 лет, главного и Тартаса. Я говорю там, добрый вечер, и имя отчества, меняя местами. И вязал. И Макс говорит, Галкин, ну, Катя Лиэль прилетела с другой планеты. Она абсолютно не знает земли, наши законы, имя, имя, отчество и все одно и то же. Поэтому вы к этому отнеситесь с пониманием. То есть он вырулил ситуацию. Это было, конечно, очень смешно. Но мне было не до смеха, потому что я еле вышла на сцену. Поэтому были такие, к сожалению, ситуации, когда использовалась синергия против тебя. Нужно было уметь сказать нет, а я не имела на это права. Ты просто как машина для зарабатывания денег. Ладно по себе что-то оставляла, но, как мне сказал один очень известный человек, ну и дура. Я говорю, согласна. Полностью согласна. Полная дура. Да. Жизнь научила меня защищать, быть может, свои права. И говорить, что я тоже имею на это право. Как любой нормальный человек мне говорит, ты что, не можешь задать вопрос, а где твои деньги? Ты же живешь на сцене, ты живешь в самолете. А потом, когда уже стали вопросы наших разногласий с Сашей быть на пике, и были сольные концерты Джага-Джага в ГЦК «За Россия» в самом престижном зале, и были перьяшлаги, это было феерично. И цветы складывались, как говорили, как мавзолею. Просто вот толпа шла с огромными, огромными букетами, и все спрашивали, вы заказали эти букеты или как? Куда их складировать? Я говорю, никто не заказывал, это люди несут от чистого сердца. Как известные, так и неизвестные, неважно. То есть, это была реальная истерия. Мармеладного, Муси-Пуси и Долетай, и я по тебе скучаю. Это были хит за хитом, и презентация нового альбома Джага-Джага была прямо на этом концерте Джага-Джага. То есть, полконцерта была впервые исполненной песней альбома Джага-Джага, который стал платиновым впоследствии. И все люди, которые за границей, они присылали, что ты знаешь, открытые машины, красивые ездят по Лондону, и из них доносятся песни на русском языке. Катя, что происходит? Там в клубах самых модных люди танцуют на столах, не понимая, что ты поешь, но они зажигают под эти песни. И, конечно, это был бум. И когда Александр Волков принудил меня подписать договор, который противоречил закону Российской Федерации, он хотел лишить меня права на труд в своей стране. Это как так? Он так захотел. Вот так и я хочу. У меня много денег, я хочу тебя. Лишить права на труд, чтобы ты была со мной рядом и никуда не делась. А так как Катя уже была под 30 лет, и Катя сказала, я уже должна рожать ребенка, я хочу определиться, я хочу быть счастливой, законной женой. Ну, вы намекали ему на законной женой с ним быть? Ну, конечно, я была готова, да, я была готова, я говорю, давай определяйся, да, там у тебя есть семья, с которой ты не живешь, как ты говоришь, прекрасные люди, но определяйся, отпусти меня, я также буду зарабатывать, как ты хочешь 50% тебе отдавать, как мы уже позже договорились, но дай мне устроить свою жизнь личную. Я женщина, я не могу без этого жить. И он сказал, нет, я не готов, я не готов, и тебя отпустить не готов, и разводиться не могу, потому что ты давал клятву. Я говорю, окей, хорошо, тогда отпусти меня. Нет. Или со мной, или война. И началась страшная война, уничтожение на протяжении многих лет, суды шли 4 года целых. А за что вы судились-то? Я отставила свое право на труд в своей стране. Это прямо на самом деле? На самом деле я отставила эту Филькину грамоту, мне нужно было это доказать, я проходила два раза верховные суды. Это была страшная история, уничтожение, где на радиостанциях всех висели такие бумажки с восклицательным знаком, Катю Лель не ставить даже в столах заказов. Это было просто табу. Все очень боялись. В мою сторону даже посмотреть, потому что Саша угрожал. И сказали, те, кто будет с ней здороваться, у вас будут такие же проблемы, как у нее. То есть ты просыпаешься, а тебя больше нет. Понимаете? План уничтожения, начиная от налоговой, заканчивая любой сценой, чем угодно. То есть весь мир для тебя закрылся. Он сказал, ну, я сейчас закрою тебе все, ты приползешь ко мне на коленях, проси жрать, как он выражался. Ну и все. И тогда ты будешь моей. А так как Катя ушла в чем стояла, в никуда и в никому, после сольников джага-джага. И... Но деньги хоть какие-то были? Никаких не было, ничего не было. Вообще ничего. Все было в сейфе у Саши. Поэтому все говорят, знаете, когда... О, да-да, он же ее сделал, она им воспользовалась, она его бросила. Стоп, друзья, кто кем воспользовался? Я честно и искренне давала себя и свое сердце, и творчески, и душевно этому человеку. И я безумно ему благодарна, что он был в моей жизни, что он пришел в мою мечту и поддержал ее, понимая, что другим способом он не сможет ко мне приблизиться. Никогда и никак. Потому что я была очень характерная, и я отвергала его ухаживание на протяжении года, и он был очень умный человек. Он сказал, ну, ты же не можешь отказаться от своей мечты? Поэтому, когда Лев Арианч Хлещенко, мой педагог и мой второй папа, сказал ему, Саша, познакомься, это вот очень талантливая девочка, Катя, помоги нам. Потому что это мир шоу-бизнеса, очень сложный мир, и без финансов там делать нечего, больших финансов. И вот так начался мой путь с Сашей. И когда я через 4 года какими-то правдами-неправдами чудо произошло, и я наконец-то доказала, что я имею право на труд в своей стране, бред вот этот, да, от граждан Германии и Монако, понимаете? Вот это все, это ушли годы жизни, и сколько негатива и уничтожения было, то, конечно, удивительная страна наша. Все продавала, все покупалось. Я как любимый артист народом, я не могла рассказать правду. Понимаете? Потому что везде все расплачивалось до того, как я туда приду. Везде все вырезалось. Все закрывалось. Все закрывалось. И я как воспитанный человек, я, естественно, не шла на эфиры, которые мне предлагались. Понимая, что это будет скандал, и он это обязательно все вырежет, как ему надо. Поэтому страшное уничтожение, когда ты просыпаешься и там на центральном канале, вот такая, я никогда не забуду, такая круглая фотография моя, и написано, перечеркнуто «Сос, Катя Лили больше нет». Друзья, кто вам это сказал? За большие деньги вы делаете все, что угодно, но это же неправильно. Это же беспредельно. Одна девчонка осталась незащищенной в мире шоу-бизнеса от сильных мира сего мужчин, которые уничтожали ее с разных сторон только лишь потому, что я отказалась дальше с ним жить и хотела осуществить свою мечту быть мамой, быть законной женой. Я скажу честно, я не знаю, почему мне пришлось это пройти, этот сложный путь, но я очень признательна всем тем людям за эти самые жесткие уроки жизни, благодаря которым я стала еще сильнее, еще осознаннее. Я понимаю, что меня готовили целых 20 лет жизни до сегодняшнего дня. Если бы я не прошла этот очень тяжелый период своей жизни, где я стала наконец-то больше обращаться к себе самой, заглядывать внутрь к себе, для чего я здесь, заниматься йогой, медитациями, дыхательными практиками, искать баланс и гармонию в себе и с этим миром, для того, чтобы не сойти с ума, а суметь простить всех тех людей, которые мне наносили такой удар ни за что. И для чего это все было. Но мне нужно было, видно, пройти этот путь. И если бы я этот успех, который сегодня имею, снова получила бы 20 лет назад, однозначно я не смогла бы его принять энергетически. Я была бы к этому не готова. Если бы был тот успех 20 лет назад на волне Мармеланова, и я забывала, как меня зовут, от бессилия, потому что по пять концертов в день, все заказники, все там концерты были расписаны на годы вперед, когда я была с Александром Волковым. И была потрясающая история, когда, значит, я приезжаю в Одессу, самый модный клуб, все друг на друге висят просто. И я, значит, захожу за кулисы, там сидел Александр Волков, такой очень озадаченный, он курил без перерыва одну с другой. Меня это очень напрягало, потому что я не могла переносить запах дыма, это очень действовало на голосовые связки. А он без этого жить не мог. То есть он курил везде, где спит, где ест, где живет, он без этого просто не мог. Вот одна задухала, другая поджигала сигарета. Это было убийственно для голосовых связок и для самочувствия моего личного. И он такой расстроенный сидит, он слышит, как там зал орет, набьется, они не отпускают, они мармеладного или там все песни наизусть громче меня поют и не отпускают. И я говорю, ты слышишь, Сашенька, это мега успех, к которому мы шли с тобой целых восемь лет. Он такой сидит и говорит, ну, а что я теперь в твоей жизни? Весь мир у твоих ног, все Роллс-Ройсы мира и бриллианты, они все тебя любят. Все. И вдруг вот с этого самого момента у человека поселилось неверие и страх безумный, что меня заберут у него. Как он говорил, богатые и крутые, известные люди, спортсмены, там, неважно, кто угодно. Тебя у меня заберут. Все. И с этого момента он потерял покой. Он с этим стал жить, с этим страхом. Прослушки телефонов, охрана, по два охранника с тобой, каждое слово доносилось. Это ужасно. Когда ты живешь под прицелом и тебе не доверяют. Хотя ты не давал никаких поводов вообще к этому. Все, человек боялся потерять. И все, и пошел процесс вот этих судов. И когда самое ужасное, когда, наконец-то, я выиграла суды. Это еще было, ну, когда он еще был жив. Да, конечно, конечно. Процесс же шел. И мы не виделись в последних-то пять лет его жизни вообще, потому что в судах только юристы. И полное уничтожение, полное закрытие везде, всего. И, в конце концов, он же всем обещал, я ее уничтожу. Правда, за что не понимаю. И когда я выходила на сцену Кремля, присылалось письмо угрожающего характера в Кремль, что если Катя Лель выйдет на сцену, она будет в наручниках со сцены убрана, как Берия в свои годы. Вы понимаете, какого уровня? Стоял мой юрист за кулисами и ждал, чтобы этот момент не наступил. То есть очень большой прессинг. Все боялись тебе за километр, потому что он угрожал всем людям. Это был такой очень серьезный психологический настрой и атака. Все артисты боялись поздороваться, отворачивались. Я их понимаю. Я их понимаю. Им было страшно. С одной стороны, как бы понятное дело, что им было страшно, но, наверное, и друзья же были тоже артисты какие-то, которые... Знаете, был один человек, который попросил у меня прощения. Это был Коля Басков. Я ему очень благодарна за это. Когда он отвернулся в Кремле и со мной не поздоровался, я говорю, о, Коля, и ты-то даже. Тебе страшно. Я тебя понимаю. И когда у него ситуация такая же в жизни сложилась, когда его начали прессовать, незаслуженно. И он ко мне подошел позже и сказал, ты знаешь, я был так неправ, прости меня. Я говорю, я тебе благодарна за то, что ты нашел в себе силы это озвучить. Но извинился, только он один. Только он один. А с остальными вот артистами вы какую-то связь, не знаю, сейчас здороваетесь, пересекаетесь? Ну, конечно. Это мир, это один, я их понимаю. Они же всего люди. Им страшно. Поэтому я всех простила. Я принимаю с благодарностью этот опыт жизни. И жизнь продолжается. Понимаете? Другой вопрос, что в связи с этими всеми запретами, уничтожениями, психологической атакой, ведь за этим что-то стоит. Вот сегодня то самое время, когда тот успех, который был 20 лет тому назад, причем мы с вами начали тему до эфира по астрологии. Мне эту информацию сказала моя подруга, известная очень Светлана Драган, которая с ней предсказывает все события политические и мира заранее. И она мне сказала, когда я была у нее в гостях, мы дружим, что у тебя было 20 лет тому назад, 2003 год? Я говорю, ну как что, мармеладный, долетай, муси-пуси. Ну, жди это же самое, только в мировом масштабе. Она мне это сказала за полтора месяца до сегодняшнего дня. И когда это все вдруг начало происходить, она мне пишет, ну как дела? То есть я не могла в это вообще поверить, что это безумным потоком вот этого джагомании обрушилось на всю вселенную. Что происходит? Люди не знают русского языка. Они это поют, они кайфуют, это их выбор. Это никто не может заставить, ни за какие деньги мира. Согласитесь? Да, абсолютно. Потому что это энергии на русском языке, которые люди хотят повторять. Они не знают, что такое джага-джага, и это не важно, но им это нравится. Поэтому я бесконечно признателен вселенной за то, что сегодня происходит в моей жизни. Я бы хотел еще пока что не переходить как раз-таки к всемирной сейчас такой популярности трека. Спустя 20 лет я хочу еще вернуться еще чуть-чуть назад, когда Катя Лель снова ворвалась в инфополе, но с очень интересным новостным, так сказать, контентом. Но это, открою вам секрет, это благодаря Роману Емельянову. Благодаря Роману Емельянову? Между прочим, да. Но вот объясню, мы сейчас про как раз-таки НЛО, и вот это вот все интересное, прекрасное. Он мне, кстати, не рассказывал ничего такого, что это благодаря ему. У меня тут просто была моя коллега одна, я у нее брал интервью, ее зовут Алена Блин, которая мне рассказала, что, правда, это было не на камеру. Она говорит, почему ты меня, кстати, не спросил про Катю Лель? Она никак не может без Катя Лель, никак. Я говорю, ну, как-то я не знаю. Она говорит, а ты в курсе, между прочим, что вот историю с инопланетянами и НЛО придумали, потому что нужно было... Какая бессовестная девочка, могу прямо на всю страну заявить. Пусть бы она мне это в глаза посмотрела и сказала, придумали, нормально, придумали. Она занималась пиар... Стоп, Никита. Уточню. Она занималась пиар-контентом к сольнику в Крокусе. Вот, и она это мне как раз таки... В 15-м году. Ну, точнее, 19-й или 15-й? 15-й, наверное. 15-й, 15-й. И так произошло, что она говорит... 19-й, скорее всего. Нет, 15-й, да. 15-й, да. И она говорит, какую нам историю придумать? Подсольник. Я говорю, зачем нам придумать, когда это моя реальная история жизни? Вы о чем вообще говорите? Ну и потом, нет, она мне сказала, я могу сейчас спутать, но я это абсолютно помню, что она мне сказала про сольник. И она говорит, и мы с ней пытаемся что-то... что-то надо было сделать, и потом у нее происходит вот эта история, которая вся придуманная как раз таки с инопланетянами. Она не придуманная, она история моей жизни. Я сказал, не нужно ничего придумать, мы можем наконец-то это озвучить. То, что я 30 лет скрывала. И так произошло, что новое радио звонит мне в прямом эфире. Сколько лет прошло? Ну, как раз вот тогда это было лет... Сейчас скажу. Сейчас какой год? 23-й. А это был год 19-й. Подожди, 19-й, наверное? Ну да, значит 19-й. Скорее 19-й. Значит 19-й, не 15-й, правильно, 19-й. И Роман Емельянов, с которым мы ехали в поезде из Питера за какое-то время до этого, как-то произошло так, что мы разговаривали, пока мы ехали по дороге. И я рассказала ему эту историю в моей жизни, которая произошла. И он эту историю, видно, озвучил ведущим. И звонят мне старперцы в прямом эфире и говорят, ха-ха-ха, между прочим, вот скажи, а это правда, что у тебя инопланетяне забрали зубы? Я так спокойно говорю, правда? Да ладно? И все. И вот вдруг, вот с этого момента пошел тот самый отчет, когда все закрутилось. И об этом узнали все. То есть пришло время узнать. Так сделала вселенная, что этот момент должен был озвучен быть именно в тот момент. Ну, так совпало, что люди стали говорить, ага, накануне сольного концерта в Крокусе. Она хайпует, она придумала. Да нет, друзья миленькие, я не придумала. А вы с Аленой сейчас не пересекаетесь, не общаетесь? Ну, почему? Она просила у меня прощения буквально на днях. Это было в эфире, она у себя просила в программе. Она мне даже прислала. Она приглашала меня снова к себе на эфир, я отказалась. Прости, я готова принести свое извинение прилюдно и снова, еще раз. Только приди ко мне, моя любимка. И так далее. Поэтому я, знаете, за правду. Я не люблю, когда люди придумывают разные истории, которые не имеют вообще под собой ничего. Для меня это просто было безумно странно, потому что я подумал, так, ну как-то уже невозможно столько времени держать эту историю, придуманную за правду. Да я вообще не понимаю, как люди придумывают какие-то хайпы. Это же надо в это верить, во-первых. И надо в это нести ответственность. Это настолько важно, это настолько глубоко должно быть, потому что тебя об этом спрашивают каждый человек. Буквально вчера была программа, которая будет совсем скоро очень известной ведущей, и там была провокация. Посадили человека-ведущего, просто, который не имеет отношения к науке никакого. Я понимаю, что деньги заплачены ему на эту провокацию. Абсолютно нормальный вменяемый парень сидит. Казалось мне, когда он стал озвучивать всякую фигню на тему, а вот наука это не доказала, а вот наука доказала, что люди могут выдумывать и придумать себе фантазии, я говорю, стоп. Стоп, друзья. Вы хотите усомниться в моей состоятельности, психологической, разумной, эмоциональной? В чем вы сейчас ищете подвох? Или в людях, которые присутствовали в этот момент, во время контакта, когда у меня зубы изъялись другими цивилизациями в своем доме, где я жила в то время в городе Нальчике? Или уфологов, которые потом пришли на следующий день, и эту информацию мне принесли, откуда бы они ее знали? Им была эта информация сообщена, что в такое-то время, по такому-то адресу, такой-то девочке, имя, фамилия, в такое-то время будут взяты зубы из созвездия Орион для эксперимента. Вы понимаете, что это такое? И они говорят, может, мы пройдем на то место, где приземлялся объект, и замерим его. Вы хотите сказать, что я себе выбила зубы без боли, без крови, с корнями, которые никогда до этого не удаляла, и целых три зуба после свечения за окном? То есть вы хотите сказать, что это хайп, или это как-то можно придумать этот хайп? Вы знаете, я сначала, как терпеливый воспитанный человек, я сидела сначала с улыбкой, но потом не стало не до улыбки. Меня это стало очень сильно выводить из себя, и я сказала, ну, друзья, давайте вот всему есть предел. Я понимаю, провокация, деньги, я все понимаю, но не в такой степени. Вы сегодня в моем лице увидели человека, который нашел себе смелость, а это было очень сложно сделать, поверьте. Я 30 лет молчала. Найти смелость, чтобы наконец-то озвучить правду своей жизни, зная, что таких же людей, как я, ну да, слава богу, не тех, у кого изъяли зубы или еще другие органы, не дай бог, а людей, которые сталкивались с этой проблемой и с этим страхом других цивилизаций. Мы же люди, которые ничего не знаем. Нам не дают эту информацию. Мы как абсолютно безликие существа, которые думают, что мы одни в этой вселенной и не понимают, что за этим стоит. Я в свои 16 лет вообще не понимала, куда бежать. У кого спросить, что это в моей жизни? Кто может изъять зубы мои без боли, без крови, с корнями после свечения за окном? Это что, сошло с ума все? Или что происходит в этом мире? И когда сделали снимок в стоматологии городской, мне повезла моя врач, на следующий день я к ней пришла. Она говорит, я говорю, вы, пожалуйста, ничего не подумайте. Я у вас была вот на днях, лечила зуб. Но так произошло. Я даже не могу понять, что это и как это вообще интерпретировать. Как это объяснить? Ну, она, естественно, посмотрев мой рот, она в шоке. Она говорит, Катя, они у тебя были два дня назад, ты никогда не удаляла зубы. Я была в спортивном классе лёгкой атлетики и наблюдалась там в физкультурном диспансере, как все спортсмены, которые... И когда профессора стали смеяться, посмотрев мои снимки, с левой стороны зуб как будто бы удалён два года тому назад. То есть заросшая лунка абсолютно. А это было вчера, изъято другими цивилизациями. А с правой стороны изменено строение кости человеческой. Аномалия. Они сидят, смеются, закатываются. Дядьки возрасте. И говорят, ну что, девочка, ты захотелось рекламу? А врач говорит, послушайте, я могу доказать, вот её карта, картотека, что у меня никогда не удаляли зубы. Я её веду несколько последних лет. Я просто, знаете, что, вот так села. Это была первая реакция моя. И сказала, ну что, я желаю вам, друзья, испытать ту же самую эмоцию, которую мне дали другие цивилизации испытать. Встала и пошла. И они прекратили смеяться. Я поняла, что это всё бесполезно. Общество к этому не готово. Те голоса, которые я стала слышать, со мной стали выходить на контакты, которых я стала бояться. Этот язык я не знала. Но я слышала эти тембры голосов, мужской, женский, слова, которые я не понимала. Те мысли, которые я стала читать, я стала мысль слышать людей. Я стала музыку писать, о которой я всегда мечтала. Я стала видеть инопланетные корабли, не только я, и члены моей семьи, потому что мы убегали от них с сестрой. То есть я видела инопланетный корабль, и все это видели, соседи, живущие. И это было очень страшно, поверьте. Это было такое состояние, когда ты сейчас исчезнешь куда-то, в какую-то бездну, и никогда туда не вернёшься. Вот такое было состояние внутреннее. Поэтому это сложно объяснить. И когда уже прошло 30 с лишним лет, и когда говорят, ага, она хайпует, друзья, я вас не осуждаю, я вас понимаю. И я бы в это не смогла поверить никогда. Ну вот, да, Катя, вы сейчас говорите, я тоже слушаю, думаю, очень трудно в это поверить, я бы, наверное, не... Это нормально. Пока вы это не проживёте, вы в это не поверите. А вы, получается, вот когда пропали зубы, вы приехали уже без зубов к врачу и сделали снимок? Ну, конечно, ну, естественно. Я же была у неё накануне, лечила, пломбировала зубы. И когда их забрали... Кошмар. Не то слово. Не то слово кошмар. Это, знаете, ты не знаешь, куда бежать. Ты никому не можешь посоветоваться пойти, потому что... Мне скажут, шизанутая, ну, иди в больницу. Ну, странно, да. Да? Ну, кто тебе подскажет? Никто. И мне сказала одна бабушка. Я пошла в церковь. А тогда это было не принято. Вера, в школу запрещали. И я просто отчаялась настолько, что я не знала, как мне жить дальше. Ну, смотрите, а родители? Вот у вас же там были кто-то... Конечно, папа спал. Все знали. Мама сидела с нами за столом же. В этот момент, когда все произошло, сестра, мама и сосед Карен, все все видели. Это свечение. Но, очевидно, все все видели, весь процесс. Но нам стерли память. Все, что осталось в памяти, это свет за окном. Все. И я первая прихожу в себя. Они все на меня уставили, смотрят. Испуганными очень глазами. Но сестре они оставили память. В том, что она, говорит, очень вообще ненормальным взглядом смотрит. Мне говорит, открой свой рот. Я говорю, не открою. Открой свой рот, у тебя зубы нет. Я говорю, ты что, вообще поехала? То есть она вот как зомбирована всегда. У тебя зубы нет, у тебя зубы нет. А я бы не знала это до тех пор, пока не пошла чистить зубы на ночь. Вот такая история. Это страшно просто. Не то слово. Это очень страшно. Ну, представьте себе, я перестала на 9 дней есть, пить. Ну, пила там, понятно, воду. От страха у меня был шок. Просто шок. Я не могла это объяснить. Я всегда хохоты, ушка, рот до ушей. Я перестала вообще смеяться. Я не смогла, не могла уснуть ночами. В меня вселялся такой страх нечеловеческий. И я видела их светящиеся глаза в темноте. Я под одеяло вот так залазила от страха. И я молилась. Говорю, господи, скорее пусть будет утро, чтобы не так страшно. Я не могла вступить ногой с кровати в туалет, потому что мне было страшно, что со мной сейчас что-то невообразимое случится. Вы понимаете это? Вот такой на пределе страх жизни и смерти. При том, что я абсолютно никогда ничего не боялась. И поэтому это можно говорить все что угодно. Но это не дай бог прожить. Никому. Я не желаю этого. Это сегодня я отпустила эти страхи. Сегодня я говорю, я благодарю тебя. Я доверяю тебе вселенной. Потому что без этого ты не можешь жить дальше. Без доверия. Только так, без страхов. Понимаю, что это другая цивилизация. Если это происходит в твоей жизни, значит, для чего-то за этим стоит свой замысел. И мы совсем скоро об этом все узнаем. И это уже сегодня все очевидно. Как у вас сейчас дела с другими цивилизациями, с НЛО? Что-то вы сейчас как-то пересекаетесь? Конечно. Что у вас? Конечно. Они всегда рядом. Они всегда рядом. Я чувствую эти энергии, которые в меня прогружаются постоянно. Горловая чакра, которая меняется. Чистота звучания. Когда я попала до пандемии на Бали, я попадаю к Брахману. Очень известному, как казалось, который по дате рождения, говорит тебе, пальмовые листья он раскрывает. Оказывается, плейно ровно земли, земного шара. Ровно плейно по дате рождения у него. По дате рождения. И ровно плейно в Индии у такого же Брахмана, который может тебе предсказать, рассказать твое предназначение. И если ты хочешь, он может сказать, уход из этого земного плана. Дату. Я говорю, я хочу. Он сказал. И он говорит, кто вы в этом воплощении? Я говорю, я певица, известная поп-певица. Он на меня смотрит, говорит, нет. Вы лекарь. Вы лекарь душ человеческих. Вы в этом воплощении предыдущем. Ваши голосовые связки – это исцеление. И у вас та чистота, которая необходима людям. Вы о себе много чего не знаете. И по приезду домой вы будете петь мантры. Я говорю, я и мантры. Странно так все. Неужели этот момент уже наступает? Я не успеваю вернуться оттуда. Со мной связывается из Америки доктор Джозеф Майкл Леври, духовный мистик и лидер, как оказалось. И говорит мне ту же самую информацию. Ваше время пришло. И мы с вами должны записать мантры на разных языках. Исцеляющие мантры. На санскрите, еврите, гурмуке, индийской описанности, английском и русском языках. Что мы делаем? Мы выпускаем на Sony Music в мировом лейбле исцеляющие мантры вибраций любви. Как вам эта история? За нас все предопределено. Нас ведут. И как бы я не сопротивлялась, Никита. Говорил, нет, 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 это не моя история. Подождите, подождите, я не готова. Да ведут тебя просто вот так возьмут свыше. И ведут, потому что это твое предназначение. Это твоя миссия. И ты должен людям помогать. Интересно. Это очень интересно. Я вот так вот глубоко не задумывался об этом, что на самом деле... Всему свое время. Всему, да, скорее всего. Всему свое время, поверьте. Хорошо, с предназначением мы поняли все. Хочется вернуться уже сейчас, наверное, в наше время, в наши годы, в 23-й год. И событие, которое безумно ошарашило, мне кажется, всех людей, слушателей, подписчиков, молодежь, взрослое поколение. То, что ваша песня... Да. Джага-джага. Завирусилась бешеной скоростью. Просто попала на третье место в мировой... Спотифай. Спотифай. Это чудо. Это же песня давным-давно уже выложена в сеть. Да. Ее просто еще раз перезалили, да? Или что с ней было? Как это вот так вот? Это невозможный процесс понять, откуда это все пошло, кто запустил и как. Мы для этого ничего не делали. То есть вы просто, грубо говоря, уснули, проснулись утро, и песня... Я просто сначала увидела это... Дочь мне сказала, моя мама, ты знаешь, что каждый второй пост – это твоя песня? Я говорю, да ладно. Да ладно. Она мне это каждый день стала показывать. Потом вдруг из разных мест мира, со всей вселенной стали присылаться, где люди поют и кайфуют. То есть я вообще не понимала. Очень смешная ситуация была. Я, значит, захожу на известный канал, а уже была на Спотифай четвертое место. Вдруг там 15-е сначала. То есть я стала эту информацию слышать, когда... Вау, Спотифай, мой мармеладный катер, 15-е место. Вы знаете об этом? Нет. А что это? А что это? Расскажите. Что это такое? То есть я из интернет-пространства это узнала. Все стали звонить, поздравлять. Я говорю, что происходит, друзья, вообще? И вдруг я захожу на съемку, четвертое место, Спотифай. В один и тот же день. Через час я выхожу. Третье место, Спотифай. Обогнали Тейлор Свифт. Я говорю, вы прикалываетесь, что ли? Что происходит? И тут я понимаю. Я все понимаю. Это замысел высших цивилизаций. Другое объяснение невозможно найти. Идет прогруз через наше сознание высших цивилизаций. На русском языке, прошу заметить, нас готовят к чему-то очень важному. Ну вот к чему это может быть? Мы даже не понимаем, друзья, что за этим стоит. Но могу сказать, открыть маленький секрет. Будущее за Россией. Это очень серьезный прорыв. Нам дают, нас готовят к новой информации. На русском языке прогружают наше сознание всей вселенной. Нас объединяют всех в любви и свете. Это вибрации, это сила слова, сила звука, которые сегодня имеют очень большое влияние на человеческое сознание. Расширяют наше сознание, нас готовят. Ведь сегодня происходит выбор, осознанный выбор каждой души. Если вчера еще мы готовы были или спрятаться за кого-то, мы переждем, пока этот дурдом пройдет. И все перемены, и эта игра мирового масштаба глобального, которая сегодня идет в последние годы жизни, начиная от пандемии. Понятно, это серьезный замысел других цивилизаций тоже. Но каких? И сегодня та душа, я хочу, чтобы нас сейчас услышали люди, которые не работают над собой, и которые думают, что все пройдет, я спрячу за кого-то, переждем. Нет, друзья, не пройдет, не переждете. Сегодня происходит тот самый осознанный выбор каждой души. Если вы не будете работать над собой, то вас просто земля утилизирует любым способом. Я вам это откровенно говорю. Как нужно над собой работать, чтобы все шло так, как нужно? Обязательно. Нужно искать своих единомышленников прежде всего. Убрать токсичных людей из вашего окружения, с которыми вам некомфортно, которые вас обесценивают. Где вам плохо, душе, где вас энергетически обезвоживают. Вы это чувствуете мгновенно. Человек, с которым некомфортно. Он питается вашей энергией. Он вас в низкочастотный энергетический потенциал уводит. Говорит, какой вы плохой и так далее. Негатив. Весь негатив. Он этим питается. Идите туда, где в новое, светлое, позитивное, где вам хорошо и тепло, в новое радио. Идите туда, где вам комфортно. Объединяйте, окружайте себя единомышленниками, теми людьми, с которыми вам удобно, комфортно. И вы хотите развиваться с ними. Идите в эти энергии. Творите добро. Думайте только позитивные мысли. Потому что сегодня не то, что наши действия каждая, а каждая наша мысль слышится вселенной. Каждая наша мысль. И если мы, представьте себе, как капли одного большого океана, начнем свой позитивный каждый день с любовью в сердце, и вы, просыпаясь, говорите, я благодарю тебя, Вселенная, за этот лучший, самый новый день в моей жизни. Я посылаю всем свет и любовь. Каждому человеку, живущему на этой земле. Тем самым вы привносите свой позитив и свою любовь и улучшение в эту планету. Неосознанно. И это очень важно. Каждая наша мысль. Откажитесь от осуждений, от негатива, от агрессии, от зла. Откажитесь от этого. Запретите себе это. Тем самым вы идете в другие высокие частоты своего сознания. Вот начиная от этого, и очень важно, очень, с чего нужно начать, с чего я начинала, суметь простить своих обидчиков. Суметь простить себя за то, что вы себя где-то обесценивали, где-то осуждали. Наедине с собой сядьте и честно взгляните в свою душу и скажите себе. И поблагодарите за те самые опыты жизни тех людей, которые вас обижали. Себя. Отпустите это с благодарностью. Примите эту информацию. Как только вы это сделаете с любовью сердца, с безусловной любовью, вы поймете, это счастье. И вы можете жить дальше в новых частотах. Вот тогда начинается новый отчет вашего времени. Вы начали работать над собой. Читайте литературу, которая вам интересна, которая поднимает ваше сознание, те книги, которых вы еще не читали. Раскройте себя, свой потенциал внутренний. Смотрите те фильмы, которые вас поднимут на новый уровень сознания. Это начало пути. Дыхательные практики, медитации. Я знаю, что это непросто. Я вообще сначала думаю, что это такое вообще? Зачем это? Но потом меня привели свыше к тому, что давай, делай, ты поймешь, что ты будешь другая. Но к этому нужно прийти. Конечно, у каждого свое время. Не надо, когда человек говорит, я к этому не готов, и это нормально. Но если он поселит свою мысль в своей душе, что это другая чистота, и надо попробовать где-то рядом быть, находиться в этом, вас к этому подведут. к той музыке, к тем людям, единомышленникам, к этой информации, вас приведут к этому. Главное, когда ты к этому готов сказать себе, я готов выйти из всех паттернов, своих комплексов, неполноценностей, где я говорю, ой, я в своем домике, мне больше ничего не интересно. Нет, 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 ничего больше нет другого вокруг, никаких цивилизаций. Мы одни в этой вселенной. И так далее. То есть тебе комфортно быть в том, к чему нас приучили. Это же не значит, что это правда. А давайте мы выйдем за уровень того комфортного и заглянем. Да, нам страшно, бесспорно, нам страшно. Но давайте заглянем все-таки и пойдем в свою мечту, в свою цель. Вспомните, что вы хотели, о чем вы мечтали и что вам запретили. И сказали, у вас это не получится. Даже не пробуй туда идти. Это не ваше. Поэтому просто будьте собой. И тогда вся вселенная будет вам в этом помогать. Не дочь. Не могу не спросить важный момент, потому что все-таки я человек, который люблю вот это все узнавать. Все-таки сейчас большой, большой такой заново пик. Все, большой спрос на вас. С точки зрения финансового какого-то состояния, как сейчас у вас, увеличились ли гонорары, цены выросли, концертов стало больше. Как вот в этой части, так сказать, творческой жизни все происходит, все протекает? Скажу откровенно, спрос большой очень. Сразу вышли на связь с Тони Мьюзик, мировой, универсал британский, Китай, Япония, Италия, все хотят глобал хит. Все пишут, все сотрудничество хотят. Я всех отправляю к Максу Фадееву как к правообладателю этой песни. Поэтому спрос безумный в хаос. И однозначно за этим будет что-то стоять очень большое. Другой вопрос. Очень хочется правильно, чтобы мы направили сейчас с Максом Фадеевым ту энергию благодарности, которую сегодня безумно хотят нас заполучить. И очень хочется, чтобы мы нашли в себе разумность того сознания, чтобы не сойти с ума от этого превосходства и этого спроса большого в мире, чтобы мы правильно сейчас распределили свою энергию в созидание и в благодарность. Вот это очень важно. По поводу сотрудничества с лейблами, это я понял. А вот что касается корпоративов, стоимости вашей, они как-то выросли? Они возросли, конечно же. Сильно выросли? В два раза, в три? Я вам скажу честно, что те концерты, которые сегодня, они были еще за благовременно до мирового успеха устроены. То есть люди уже выходили на связь. И снова пока ничего нет. То есть это было то, что до мирового. Ну а на сколько вообще вырос гонорар? Ну, в половину быть может точно. В половину точно. Конечно же. Это мне кажется очень хорошо. Это прекрасно? Это прекрасно, да. Это и здорово, и вообще. Хочу, кстати, про Макса Фадеева тоже вопрос спросить, потому что у меня было несколько его бывших подопечных. У меня здесь была Юль Савичева, у меня здесь была Олья Серябкина. И у всех все равно такой осадочек остался после сотрудничества. Не очень, так сказать, позитивный, потому что много чего повидали с таким продюсером величайшим, прекрасным. Но все говорят, что не очень простой человек. Я даже знаю то, что с вами была тоже не очень простая ситуация, когда вы расходились с ним, потом обратно сходились. Вот сейчас, я так понимаю, вы опять начали заново сотрудничать, или это разовое сотрудничество только вот из-за одной песни. Я не знаю, во что это выльется, и как дальше посмотрим. Но вам бы хотелось обратно с Фадеевым начать работать? Очень непростой вопрос. Очень непростой вопрос. Макс гениальный человек, автор. И я бы очень хотела, чтобы он нашел в себе тот позитив общения без прессинга, без психологической атаки. его характера. Поэтому все-таки я очень люблю Макса. И я ему благодарна бесконечно, когда он в самый сложный момент в моей жизни, когда он мне позвонил еще при Волкове и Александре, и сказал, ты спишь, да, а тебя больше нет. Он мне сообщил эту новость. План уничтожения. И он пришел на встречу и в ресторане, где, естественно, все прослушивалось у Александра Волкова. Он это понимал. Он написал на салфетке такие слова. Я тебя никогда не предам. Вот так показал мне это и сжег. И я за это ему буду благодарна всю свою жизнь. Что от меня отвернулся весь мир тогда, кроме моей семьи. И Макс поддержал меня. Он не продал Волкову права. Тем самым он спас меня. Или они не договорились с Волковым. Насколько я слышала, что Волков не выплатил ему ту большую сумму, которую он должен был выплатить еще и за права. Отдельно. Потом уже, когда судебные процессы шли. Я об этом и давно узнала. Поэтому все-таки Макс молодец. Он чистосердечный был в тот момент. Настоящий мужчина, который вовремя поддержал. Но что касается дальнейшего какого-то сотрудничества, пока... Если мы договоримся, я надеюсь, что... А что должно быть, чтобы договорились? То есть какие-то обязательные там важные условия, которые вы хотите... Наверняка условия, которые должны всех устраивать. Чтобы это было не кабала. Чтобы это был абсолютно вменяемый процесс в удовольствие, в благодарность друг другу. А что должно быть? Вот какие обязательно пункты, чтобы вот вы пошли заново, вернее, еще раз начали с ним сотрудничать? То есть какие-то там процентные соотношения. Наверняка те процентные соотношения, которые бы устроили друг друга. Ты же не в кабалет, тебя же не кто-то сделал. Ты не артист этого лейбла. И ты ничего ему не должен. В те времена был куплен альбом за большие деньги «Джага-Джага». С моей стороны, когда я жила с Александром Волковым. И вдруг прошло 20 лет. Это опять превратилось в мега уже успех мировой. И наверняка мы сейчас должны свою направить энергию на то, чтобы это дальше на весь мир распространялось на созидание, договорившись о приемлеме друг для друга условиях. Опять-таки же, без прессинга, без давления, не дай бог. потому что мы взрослые люди. Мы должны это делать в удовольствии, в благодарности другу и всему миру. Мне кажется, вы еще такие близкие, что как бы уже у вас должно быть в любом случае уже все намного... Я очень надеюсь, что хватит у всех для этого сознания и разума, чтобы направить это все во благо всем людям, всей планете. последний тогда вопрос вам задам, который я задаю абсолютно каждому своему гостю. Ради чего вы сейчас живете? Я живу ради того, чтобы помогать людям, как бы это странно ни звучало, быть во благо людям, во благо своей любимой семьи, своей дочери. Это счастье, когда у тебя есть близкие люди, любимые твои люди, и когда ты можешь согреть сердце каждого человека, живущего на этой планете. Это чудо. Не дочь